Музыка Высохнуть от слез и взглянуть на мир новыми окнами. В свой 50-летний юбилей смог дом по адресу Калинина, 12. На что еще жалуется юбиляр, разбиралась наш корреспондент Елена Козлова. Приход региональной строительной фирмы «Благовест» в Лобню давно перестал быть благой вестью для жителей города. Неумелое и недобросовестное выполнение работ капитального ремонта этой компании в 2016 году уже причинило немало вреда лобнинцам. В этом году компания не прошла аукцион, однако старые долги не отпускают. Очередь страдать и бороться дошла до жителей дома по адресу Калинина, 12. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что основная беда многих домов в Лобне – это болотистая местность. Отсюда и особая необходимость в заботливом хозяине. Дом на Калинина, 12 был построен в 1967 году и в этом году отметит свое 50-летие. Как рассказывает старший по дому Евгений Шестаков в 2002 году, на 35-летие дома из-за постоянной сырости в подвале трубы уже менялись. К полувековому юбилею решено было провести капитальный ремонт дома. С опозданием в полгода канализационные и водопроводные трубы в подвале все же вновь были полностью заменены. А вот до ремонта фасада руки так и не дошли. Речь идет в первую очередь об отмостках, которые уже давно провалились ниже уровня земли и ведут не от дома, а наоборот к дому. Страдают в первую очередь, безусловно, жители первых этажей. Между отмосткой и стеной щели, а оттуда муравьи ползут. И вот мы ходили в домоуправление, нам прошлый год обещали, пришли и несколько шлепков сделали, вот не до конца, не на все окна. И ко мне вообще я подальше, я во втором подъезде живу. То есть у вас муравьи идут? Муравьи и комары, они вылетают. У меня в квартире влажность от этой воды. Обои отстают от стен и плесень на них, на обоях. И влажность постоянная. Ложишься в постель, она, влага в ней, в этой постели. От первого этажа. Вот эта влага, сколько я ни обращалась, так это и не сделали, не удалили. Вот она так стоит, вы видите. Дождливое лето усугубило ситуацию. И вода, несмотря на недавний ремонт труб в подвале, вновь доходит до середины сапога старшего по дому. Значит, на все мои жалобы, которые я уже подавал, я жил инспекцию подавал, Роспотребнадзор подал, под администрацию города, управляющую компанию. Как бы идут отписки, даже добродел, значит, посылал. Идут отписки, якобы там какие-то работы провели, как будто что-то там. На самом деле, как все было, все так и остается. Вода круглый год. К чему все сводится? Трубы положили новые. Идет от воды испарина, правильно? Значит, идет ускоренный процесс разложения трубы. Ржавчина, правильно? Накопление. Мало того, у нас, значит, в третьем подъезде стоит силовой щит на полу. Значит, испарение воды поднимается на щит. Идет срабатывание частности, причем срабатывание электрощита. Отключение полностью всего дома. Значит, мы пробуем, вызываем аварийку. Приезжает они, автомат включает. А автомат работает некоторое время и опять повторно идет. Между тем, как выяснилось, цена хотя бы временного спокойствия жильцов – всего полторы тысячи рублей. Считает опытный уже в этом вопрос Евгений Иванович. Это стоимость насоса, который бы откачивал воду из подвала до тех пор, пока благовест не исправит проблему с отмозками. В наших домах, 49 домов в нашем округе, их в наличии сейчас всего один насос. Они, значит, здесь покачали маленечко, насос взяли, пошли, значит, в те дома. Если в прошлый год, допустим, насос стоял, я его сам контролировал, я включаю, выключаю, насос в холостом я никогда не работал. Значит, сгорание уже было, можно отвлечь, не было такого. В прошлый год у меня вода откачалась, мне уже приятно было, я готов был уже жильцов туда пригласить на экскурсию. Потому что приятно было их смотреть. Там кое-что было просто убрать мусор и все, подвал был в нормальном состоянии. Сейчас вот уже почти, значит, год произошло затопление, насосов нету и не закупается. Моя первая просьба – установить конкретно насос, чтобы он был здесь. Потому что южный наш район, он проблемный, стоим на болоте, все дома прибыли. Кроме того, старший по дому напомнил, что в капитальный ремонт фасада входит еще и замена окон в подъездах, большинство из которых от старости просто развалились. Жильцы дома очень надеются, что в свой полувековой юбилей их дом все-таки высушит слезы и посмотрит на мир новыми окнами. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».